Добрый день, уважаемые цветоводы! Меня зовут Ольга Дуброва. Я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня я вам расскажу об особенностях ухода за канной садовой. Лично я очень люблю это растение за его самоотдачу. Даже если по каким-то причинам растение вдруг не зацвело, то его великолепная пышная листва, которая кому-то напоминает растение банан, будет удивлять соседей и радовать ваш глаз. И вообще посаженная в цветнике канна всегда будет оставаться центром внимания благодаря своему такому великолепию. Данные род и его виды очень имеют высокую приспосабливаемость к внешним условиям. Поэтому не бойтесь, не пугайтесь того, что растение тропическое, ведь у нас очень много тропических растений в наших садах. И смело принимайтесь за дело, приобретайте растения канны. И вот встает вопрос, когда же канну выкапывать? Конечно, осенью выкапываем канну. Некоторые утверждают, что надо дождаться заморозков и после того, как листья пожухнут, начинаете выкапывать. Но лично я придерживаюсь другого правила и с успехом выращиваю канны у себя в саду. Я считаю, что канну выкапывать лучше в сухую, солнечную погоду. Если даже и без солнца, то чтобы погода была сухая, не заливные дожди. Потому что мы ведь не знаем, какой будет заморозок. Может, это будет минус 1, тогда ничего страшного, пожухнут только верхние листья. А если это будет минус 7, тогда вот эти мясистые стебли подмерзают. И в процессе нашего зачастую неконтролируемого хранения они будут подгнивать и, естественно, будут поражаться и остальные части нашего корневища. Что из себя представляет корневище канна? Вот мы его выкопали. Обрезали примерно на высоте 8 сантиметров. Если так вот страшно по-ботанически произнести, то это корневищный поликарпик с импадиальным нарастанием. Не бойтесь такого слова страшного поликарпик. Это говорит лишь о том, что канна на протяжении всего периода жизни растет, цветет. То, что это симпадиальное нарастание, вот мы видим, здесь был стебель. Потом он горизонтально отошел в сторону. Началась новая точка роста и так далее, и так далее, в горизонтальном расположении. Выкопали. Не следует отряхивать землю. Почему? Потому что порою канна у любителей недостаточно долго находится в земле. И корневища не вызревают, не успевают полноценно заложиться в цветочной почке следующего года. Поэтому землю как можно больше, ну, чтобы нам не совсем было тяжело ее таскать по нашему участку, как можно больше оставляем на корневище. Мы ее не отряхиваем. Здесь у меня, видите, какие мощные красивые корневища с почками такими массивными. Некоторые называют клубни. Ну, как вы называете, это не влияет, конечно, на хранение. Но я считаю, что ботанически надо быть все-таки грамотными. И это у нас клубневидные корневища. Дальше что мы делаем? Дальше мы берем, допустим, если у нас канн много, можно взять ящик, либо какой-нибудь другой контейнер, то, что есть у вас под рукой. Для того, чтобы предотвратить лишнее высыпание земли, мы застилаем ящик землю и укладываем туда канны на хранение. Так вот располагаем. Смотрим, чтобы почки друг друга не давили, не нарушались, потому что замещающие почки вот у этого побега все-таки побег уже не будет. Поэтому следим за качеством почек. Уложили. Рассмотрим другой вариант. Вот, допустим, у меня канна росла весь сезон в горшочке, потому что я приобрела новый сорт и не хотела отпускать его на волю судьбы просто в огороде. И поэтому оставила его прикопанным в горшочке. Сейчас его достала. Мы таким же образом обрезаем. Сантиметров 6-8 оставляем в стебелечек. Удаляем различные остатки растительные. Не поливаем. Как вот и есть, как мы принесли с огорода, так и остается. И так его можно хранить и дальше. Другой вариант я хочу показать вам, что в таком горшке растение оставалось в течение двух лет. И как вы видите, оно уже начало, благодаря своему симпадиальному нарастанию, оно начало распирать горшок. Поэтому в этом году мы можем оставить на хранение здесь его. Но весной придется уже горшок, скорее всего, разрезать, чтобы извлечь без травмирования почек. И пересадить, возможно, в большой горшок, либо в грунт. Это как вы решите. Покажу еще один вариант. Почему вот это у меня было в горшке, и почему следующий вариант тоже будет у меня в большой емкости. Это вот такая история. Здесь растение уже подмерзло. Оно стояло на улице в цветнике. Поэтому мы точно так же обрезаем. Выдаляем все отмершие части, обмороженные. Вот видите, здесь. Это канна садовая. Она пыталась даже в процессе цветения заложить семена. Дальше обрезаем. Почему находилась у меня в этом контейнере? Потому что канну можно высаживать не только в грунте, но и высаживать ее в контейнере. Канна очень хорошо переносит контейнерное выращивание. И можно двигать ее по вашему садовому участку, либо по другим каким-то местам озеленения. Компоновать ее с другими растениями, с которыми она будет смотреться выигрышно. Либо они будут друг друга дополнять в зависимости от окраски листвы, окраски соцветий и ее соседей. И потом уносить ее снова в помещение и так оставлять до следующего года на хранение. В этой емкости канна находится уже четвертый год. Конечно, в следующем году она уже просится, чтобы ее разделили, рассадили и снова выращивали по нашему усмотрению. Либо в грунте, либо в контейнере каком-либо. Это то, что касается обрезали, поставили. Какие должны быть условия хранения? Помещение должно быть сухим. Там, где мы храним картошку, либо георгины, нам не подходит, потому что там все-таки высокая влажность. А канне высокая влажность не нужна. Температура хранения должна быть примерно 4-10 градусов. Большой беды не будет, если это будет 12 градусов. Но выше уже не надо, потому что при неконтролируемых условиях влажности канна тогда может тронуться раньше времени в рост. И к моменту высадки грунта она уже будет вытянутая, ослабленная и не даст того эффекта, который мы и предполагали. Сохранили мы до весны. Периодически, конечно, мы ходим и осматриваем. Может, где-то что-то пошло не так. Может, где-то пошли какие-то гнили. Если особенно мы выкапывали во влажную погоду. Вот в этом году повезло. Было сухо, было солнечно. Хорошо заложились, корневища вызрели. Но бывают годы холодные. А канна тропическое растение. И любят, чтобы сумма активных теплых температур была как можно выше. Осматриваем. И если есть какие-то повреждения, то мы удаляем. Вместо срезов, если мы видим, повреждения присутствуют. Допустим, в этом корневище. Я думаю, что потом в процессе хранения придется его удалить. И вот этот срез мы присыпем либо толченым углем, можно даже замазать зеленкой. Некоторые йодом любят. Но йод, мне кажется, сильно обжигает прилегающие ткани. Поэтому достаточно будет толченого угля, либо зеленки. Что дальше происходит с канной? Вам следует запомнить три правила. Первое правило, это то, что минимальное количество дней, месяцев, которые канна должна находиться в почве, 6. Желательно 8-10. Если это соблюдается, то успех у нас будет обеспечен в выращивании канны. Затем, любимая температура канны начинается от 16 градусов. Только после этого она начинает себя хорошо чувствовать. Если температура ниже, то она, конечно, будет немножко угнетенная. Но не настолько, чтобы ее не полюбить. Оптимальная температура для выращивания, это, конечно, 24-25 градусов. Тогда она раскрывается в полной своей красе. Ну и когда вы высаживаете на своем участке, вы должны понимать, что растение любит солнце. И снова же помните о том, что находиться на солнечной экспозиции, она должна как минимум 6 часов в день. В теневых местах она тоже будет расти, но листья будут более вытянутые, цветонос будет немножко изрежен, и, может быть, не будет проявляться яркость, особенно у пестроокрашенных листьев, либо у пестрых цветков. Когда мы ее начинаем доставать из нашего хранения, место, это я делаю лично в феврале. Не стоит ждать апреля, либо мая месяца и извлекать из своего хранилища, потому что, снова же, как я говорила, в грунте должна находиться канна не меньше 6 месяцев. Если вы хотите, чтобы она зацвела у вас не в сентябре, а в июле, то надо посадить ее в почву, либо поставить на проращивание в феврале месяце. Начало, середина, конец, это уже как у вас будут складываться обстоятельства. Если позволяет у вас возможность, то я рекомендую, и кан у вас много в вашей коллекции, то я рекомендую не высаживать сразу в горшок, потому что всякое может случиться. Даже вроде бы здоровое корневище потом начинает подгнивать, если что-то идет не так по температурным и световым условиям. Лично я ставлю канны на проращивание, в опилке. Как это делается, я вам покажу наперед, чтобы вы об этом знали. Снова же берем ящик, берем газетку, чтобы опилки не просыпались, и наполняем опилками. Опилок на дно выкладываем немного, пусть это будет 4-5 сантиметров. Ей здесь не расти, а только прорастать. Затем вот у меня подготовлен, чтобы вам было понятно, такой корешок. Будем считать, что наступил февраль месяц, все отсохшие части, пораженные части в процессе хранения, мы обрезаем. Может ситуация будет хуже, может лучше. Допустим, такой пример. И укладываем. Укладываем целый наш ящичек. Сверху поставленные канны мы присыпаем опилками. Снова это будет 4-6 сантиметров. Присыпали. И для легкой дезинфекции проливаем, чтобы опилки были во влажном состоянии, проливаем раствором нашего любимого марганцово-кислого калия. И оставляем. Сверху снова же можно прикрыть газеткой, чтобы не происходило излишнее испарение в зависимости от тех условий, где мы этим занимаемся. При таком проращивании нам сразу видно, кто опустил корешки, кто не опустил корешки. И, допустим, для меня очень важно не тратить силы на лишнюю землю, на лишние горшки, потом их поливать, удобрять, рыхлить. И поэтому сразу видно, кто пророс. Укоренение, прорастание корешков происходит примерно через 8-10, иногда 14 дней. Но зато мы потом достанем, и здесь уже будут видны отросшие корешки сантиметра 3-4, значит, их уже можно пересаживать в горшки. Куда бы мы не высаживали, в горшки и либо в открытый грунт в дальнейшем. Мы должны помнить, что не должны мы заглублять канну, как, например, мы сажаем картошку, бросаем в лунку, либо как георгины закапываем чуть ли не на штык лопаты. Канну высаживаем на высоту от уровня почвы 6-8 сантиметров. Главное, чтобы были прикрыты наши почки. Вот видите, как она росла, ее корневища располагались горизонтально в почве, и примерно так вот мы на такую глубину и посадим их весной либо в горшок, либо в грунт. Что надо еще помнить про канну? То, что она любит очень жирненькую такую почву, удобренную, и поэтому в лунку желательно насыпать либо перепревшего компоста созревшего, либо перепревшего навоза. Если мы добавляем навоз перепревший, то тогда уже можно минеральное удобрение не добавлять. Если это перепревший компост, то можно добавить, как правило, столовую ложку любого комплексного удобрения с полным набором МПК. Чем еще хороша канна? Тем, что она не поражается практически болезнями и вредителями. Я знаю, что люди, которые занимаются защитой растений, они не любят таких фраз, когда говорят не поражается. Но если рядом нету источника какой-либо инфекции, источника клеща либо белокрылки, то канна ваша будет здорово круглый сезон. Столько, сколько она будет находиться в грунте. Единственное, что во влажных местах выращивания либо в затененных местах ее могут поражать такие вредители, как слизни. Но это случается как правило редко. Поэтому мне кажется, что канна хороша со всех сторон. И выращивать ее совершенно несложно, если соблюдать вот такие нехитрые правила. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, пишите комментарии, а также подписывайтесь на наш канал. Красная кнопка под видео. Ставьте колокольчик. Вы всегда будете в курсе наших новостей. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова